всем здравствуйте меня зовут додор владимир анатольевич ветеринарный врач интенсивной терапии в городе пскове и сегодня я хотел бы вам рассказать о пациентах с инвагинации кишечника инвагинации это вхождение одного сегмента кишечника в просвет прилегающего сегмента телескопирование в теории на практике инвагинации может отмечаться на любом участке кишечника но две-третьих случаев инвагинации у кошек и собак отмечается в области или ацикального соединения место перехода тонкого отдела кишечника в ободочную кишку предрасполагающим к инвагинации заболеваниям относятся такие состояния как паразитизм вирусный энтерит и народные тела и новообразование на кишечнике кишечнике но в большинстве случаев заболевания точные причины выявить не удается могут быть идиопатические состояния в подавляющем случае инвагинация собак связано с энтеритом у молодых животных особую роль при этом играет вирусный энтерит собак и паразитизм инвагинации у кошек более вероятно связано с неоплазией кишечника животные проявляют проявлять заболевания в пожилом возрасте по сравнению с собаками развитие инвагинации описано после операции на ру на органах брюшной полости это может быть связано с послеоперационными запорами и с развитием слипчивого воспаления по сути инвагинации формируется при раздражении кишки ведущему к ее гиперактивности и вхождению таким образом одного сегмента кишечника в прилегающий формирование инвагинации развивается по причине неоднородности стенки кишечника вызываемого различными патологическими процессами они нарушают локальную подвижность и гибкость инвагинации кишечника может развиваться более чем в одном месте иногда отмечается одновременно формирование двух инвагинатов обратная перистальтика может повышать длину кишечника вовлеченную в сам инвагинат после формирования инвагинации продольные циркулярные сокращения нормального кишечника в прилегающей зоне вызывают ущемление кишечника и формирование складки в начале инвагинации вызывает частичную обструкцию кишечника которая в дальнейшем может прогрессировать до полной сосуды вовлеченные в инвагинат спадаются по причине повышенного внутрипросветного давления и изгиба а может происходить их отрыв а стенка кишечника становится отечный ишемичный набухший в просвете кишечника и серозную щели развивается просачивание крови выпавшие фибрин склеивание склеиваются слои кишечника вместе и может способствовать развитию локального перитонита и даже вплоть до некроза стенки кишечника инвагинации чаще отмечается у собак чем у кошек у немецких овчарок и у сиамских кошек существует неподтвержденная породная предрасположенность к заболеванию при инвагинации существует явная возрастная предрасположенность порядка 75 процентов представленных животных младше одного года у молодых собак в качестве причины инвагинации должно быть обязательно заподозрено воспалительное заболевание кишечника опять же те же самые причины это паразитизм и энтериты у кошек младше одного года часто отмечается как раз таки идиопатические поражения у животных старше 6 лет инвагинация чаще развивается на фоне лимфомы и воспалительного заболевания кишечника всегда следует понимать что инвагинация чаще развивается на фоне какого-либо другого заболевания при этом может присутствовать история энтерита предшествующие операции смена окружающей обстановки и некоторые другие тяжести тип клинических проявлений зависит от локализации инвагинации а ее полноты степени нарушения кровотока и длительность обструкции кишечника характерными признаками проявляющимися позволяющими заподозрить инвагинацию служит скудная кровянистая диарея рвота и боли по брюшной полости острое развитие инвагинации должно быть заподозрено у щенков с паровирусным энтеритом и при внесапном ухудшении течения болезни или при длительном поносе на фоне выздоровления предположительный диагноз инвагинации определяется при помощи пальпации удлиненных и утолщенных петель кишечника инвагинацию точкой кишки при пальпации легче определить чем инвагинацию или цикального соединения в ряде случаев инвагинация может быть перемещающиеся и ее сложно идентифицировать пальпацией обзорные радиографические исследования обладают слабой диагностической ценностью и выявляют обтруцию только в редких случаях наибольшую пользу в диагностике инвагинации конечно же оказывает ультразвуковое исследование по узи также можно может быть определенно определены совместные с инвагинацией отклонения такие как лимфоденопатия а или и тативные поражения кишечника в ряде случаев колоноскопии способна определить инвагинацию в области или ацикального соединения лабораторные находки могут включать дегидратацию стрессовую лейкограмму анемию а также электролитные отклонения большинство случаев инвагинации требует хирургической коррекции консервативное лечение в основном используется для коррекции исходных заболеваний например электролитных нарушений паразитизма и при хирургическом лечении после диагностической лабораторией и визуализации зоны поражения проводится попытка мануальной редукции инвагината в случае удачного расправления инвагинации в дальнейшем проводится оценка жизнеспособности пораженной области при невозможности достичь мануальной редукции а при нарушении жизнеспособности расправленного кишечником а также в случае новообразования проводится резекция измененной области в случае удачного мануального расправления инвагината следует рассмотреть фиксацию стенок кишечника между собой швами для предотвращения последующих рецидивов. Прогнозы инвагинации зависят от причин ее вызвавших, локализации, полноты и хроничности процесса. Животные без оперативного лечения инвагинации могут погибать как в течение 3-4 дней, так и жить несколько месяцев. Ранняя смерть обычно отмечается при остром развитии инвагинации с полной обструкцией кишечника и интоксикацией. Прогнозы ухудшаются при перфорации кишечника и при перитоните. В редких случаях отмечается самовоздоровление. При оперативном лечении прогнозы благоприятные при условии раннего вмешательства и адекватным поддерживающим лечении. При позднем хирургическом лечении и значительной по площади резерции кишечника прогнозы, к сожалению, остается от осторожных до неблагоприятных. В принципе, это, наверное, все, о чем хотелось вам рассказать по этой теме. Если есть какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, мы обязательно на них ответим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok